всем добрый день и добро пожаловать на мой канал сегодняшнем видео я поделюсь своим рецептом вкуснейшего нежнейшего торта рафаэлла те кто смотрит мои видео знаю что абсолютно никакой не кондитер но люблю и делаю вкуснейшие домашние торты для своей семьи но в основном на какие-то семейные праздники недавно был день рождения моего мужа я делала два торта в сегодняшнем видео поделюсь одним из них повторюсь торт рафаэлла сначала делаем заварной кокосовый крем для него мне понадобится мука кукурузный крахмал сахар молоко кокосовая стружка сгущенное молоко и сливочное масло сначала делаем основу заварную основу кастрюльку добавляю отмеренный крахмал муку сахар перемешиваю и потихоньку вливаю молоко делайте это аккуратненько перемешиваем венчиком чтобы не было комочков ставлю кастрюльку на плиту и постоянно перемешивая венчиком довожу сначала до кипения а потом до загустения как только крем вот так загустеет ставлю огонь на минимум и добавляю кокосовую стружку вмешиваю аккуратненько в основу и еще даю прогреться прокипеть одну-две минутки заварная кокосовая основа для крема должна получиться вот такой очень густой теперь ему нужно дать остыть накрываю в контакт пленкой оставляю остыть когда я понимаю что до крем уже остыл я начинаю взбивать сливочное размягченное масло на высокой скорости нужно взбивать примерно 5-7 минут чтобы она побелела и стала пышным заварная основа крема после того как она остыла она стала еще гуще прям вот такими кусками отламывается но ничего страшного теперь я продолжая взбивать масло добавляю небольшими порциями заварную основу крема и вмешиваю ее в масло делайте это тщательно следя за тем чтобы чтобы крем был однородным теперь я добавляю сгущенку отмеренную и еще взбиваю пару минут все крем готов это очень вкусный нежный такой не очень сладкий крем который уже напоминает конфетки рафаэлла также для торта понадобятся орешки миндаль я их два раза залила кипятком то есть первый раз залила они постояли вода остыла воду слила второй раз залила кипятком они постояли и теперь они очень легко и просто очищаются нажатием пальчиков на орешек для этого торта я выпекла обычный классический бисквит в этом ролике я не буду показывать как я его делаю у меня есть отдельное хорошее видео где четко коротко и ясно я показываю рассказываю как сделать вот такой вот бисквит он всегда получается если делать точно по моим рекомендациям и точно отмерять ингредиенты так что смотрите рецепт бисквита по ссылочке в описании под видео пропитка для бисквита следующие кипяченая теплая водичка и сгущенка добавляйте сгущенку в пропитку по собственному желанию пробуйте насколько сладко а вы любите я делаю не сильно сладкое орешки миндаль я просушила и совсем слегка обжарила на сухой сковородке на медленном огне и теперь их рублю все подготовлено и можно собирать торт на тарелку выкладываю кольцо немного накладываю крема на дно чтобы корж не ерзал и приклеился скажем как тарелки кладу корж поливаю пропиткой выкладываю слой крема посыпаю орешками и так проделываю со всеми коржами у меня было испечено два бисквита которые я разрезала пополам у меня получилось 4 коржа бисквиты диаметром 20 сантиметров и такого количества крема отлично хватает чтобы промазать хорошо промазать так как нужно именно такой торт то есть четыре слоя бисквита 20 сантиметров я собрала торт и отправляю в холодильник в моем случае и я считаю в идеальном случае отправлять собранный торт отстояться нас на ночь если нет столько времени то часов на 5 хотя бы на следующий день я достаю его из холодильника извлекаю из кольца и оставшимся кремом промазываю бока и немного подравниваю верх торта торт готов украшаю я его очень минималистично просто выкладываю хаотично конфетки рафаэлла некоторые я разломала ну и добавила немного посыпки беленькие такие снежинки мне кажется что этого достаточно торт получается потрясающе очень нежный он просто растворяется во рту когда кладешь кусочек ну и я бы сказала что он относительно бюджетный и готовится он очень просто мне кажется не получится он просто не может вы попробуйте по моим рекомендациям сделать такой торт и обязательно напишите в комментариях получился ли он у вас я убеждена что у всех кто попробует рискнет он получится я даю советы непрофессиональные непрофессионалам поэтому мы должны друг друга понять то есть какие-то свои замечания вот фишечки приготовление разных блюд в том числе и выпечки всем пока пока и скоро увидимся